всем привет поговорим сегодня о сборке mx 19.2 у меня долгое время не удалось не удавалось ставить нам на мой привередливый gpt g5 ssd диск ни в какую он не принимал не mint не ubuntu не тебя и вот первый дебян который у меня как говорится встал без проблем это вот mx система вот пожалуйста все написано вся сборка занимает 7 с половиной гигабайт в основе лежит дебян 10 booster пакеты ну и вкратце пройдемся по сборке значит программа для записи экрана simple screen recorder программа для редактирования видеороликов open shot программа для проигрывания видеороликов sm player vc player и mpv три проигрывателя но графика самая обычная стоит игр совсем немного интернет ну что ну традиционно у меня значит на стоит google стоит firefox две кладовочки маленькая и большая облачное хранилище skype telegram и ватсап программы для общения тоже вполне достаточно кстати третий броузер еще есть хроме он стоит офис представлен хорошо ну две программки значит это вот увеличительное стекло и клавиатура ну увеличительное стекло я уже как-то показывал вот смотрите если хотим подробно посмотреть вот здесь вот вот наводим курсор сюда и идем сразу видим какое версии там ядро на какой цепи у там у меня сколько ядер и проще характеристики вот значит ну а если вам надо где-то вписывать текстом какие-нибудь там ну вот смотрите чем нам такого написать ну давайте вот видите и все как говорится пишется и все нормально меняется язык вот переходом на русские все русские буквы так что значит для людей скажем так с недостаточно хорошим зрением есть лупа для тех кому далеко тянутся до клавиатуры но можно работать с мышкой пожалуйста значит есть вот такая вот павиатура что еще великолепная значит здесь программа есть для хранения резервных копий одна из них это значит вот клавиатуру я использую беру вот клавиатуру я использую беру и он у меня начинает создавать резервную копию другая программа собственная от производителя от мx это программа которая делает резервную копию текущего состояния операционной системы здесь так вот идете сюда вот смотрите покажу один момент то есть систем баг здесь не нужен имеется две опции вот сейчас я вам эти опции и покажу первое сохранение учетной учетных записей для личного резервного копирования и будет сохраняться вот этот весь внешний вид нет ничего там уже настраивать не надо ну личные настройки значит там пароли и так далее передадутся а здесь вы скопируете все программы будут у вас поставлены ну сброс сброс будет учетных записей ну придется его там подстраивать панель внешний вид и так далее я ленивые делаю таким вот образом я значит при установке программы и настройки операционной системы и ее настройки я пароли свои не завожу но сохраняю вот в этом состоянии и тогда когда вы скачаете все у вас уже будет получаться очень скажем так красивенько все точно такой же будет рабочий стол точно так такая же будет обоинка точно такие же будут коночки ну скажем так все один в один значит ну что скажу по по компактности значит я скажу так что 7,5 гигабайт для такого дистрибутива очень и даже очень неплохо то есть размеры весьма скажем так скромные и из-за образа которые программа создает тоже получаются небольших размеров и так контрольный снимочек мы сделали а вот давайте посмотрим что тут имеется вот вот самый последний из-за образ получился 3,7 гигабайта вот самый последний из-за образ вот я его скопирую вставлю на рабочий стол и вставлю на рабочий стол а затем закину к себе накладовочку под этим видеороликом будет ссылочка по которой можно будет мою сборочку скачать для ознакомления скачайте смотрите там что вам нравится что не нравится проверяйте из-за образ на виртуальной коробочке можно записать на флешку еще раз для любителей русского языка повторюсь флешка по старичи флешкой называется USB носитель для русского языка более как-то привычно вот название флешка это вы можете встретить во многих во многих кинофильмах а кого очень что-то интересует пойти в интернет в википедию и посмотреть состояние дел со словом флешка некоторые говорят флешка другие флешка я говорю флешка мне так легче вот и еще раз хочу сказать если какие-то вы пишите комментарии пишите их по делу ведь дело не о том с каким акцентом автор видео говорит насколько там правильно неправильно а главная суть о чем идет речь вот если содержание вас устраивает вот по нему пишите что по теме не устроило что бы вы хотели улучшить и так далее а все значит комменты по поводу там авторских там особенностей я просто убираю потому что заморачиваться на эти глупости у меня времени нет вот тот кому видео по которому был сделан мой видеоролик людей интересует они безо всякого поймут в чем дело не будут там сильно меня обронить за качество звука вот а просто-напросто посмотрят содержимое и напишут свой комментарий вот и все ну ладно значит под видеороликом будет ссылочка по ссылочке перейдете возьмете значит ссылочку с моего облачка и дербаньте ее в свое удовольствие ну ладно на этом я прощаюсь желаю вам всего самого доброго и до новых встреч